В Астане состоялось заседание молодежного крыла Ассамблей народа Казахстана Ассамблея Шастары. Главным событием этого мероприятия стало создание президиума Республиканского общественного объединения. Кто в него вошел и чем конкретно будет заниматься новый орган? Эти и другие вопросы мы зададим нашему гостю в студии, член АНК, председатель Республиканского союза уйгурской молодежи Рустам Кайреев. Рустам, здравствуйте. Добро пожаловать к нам в студию. Спасибо. И первый вопрос. Чем запомнилась прошедшая встреча и какие вопросы вы посудили? Знаете, на последней сессии Ассамблеи народа Казахстана глава государства сделал очень большой акцент на работу молодежи. Дело в том, что во время паводков мы активно подключились, работали и сегодня объединили более 9 тысяч представителей молодежи по всей республике, которые активно работают. Уже команда большая сформировалась и, соответственно, есть необходимость в том, чтобы создать совет всей организации для того, чтобы они все вместе собирались и обсуждали дальнейшее стратегическое развитие организации, и вообще развитие молодежи в целом, какие будут реализовывать проекты. Потому что у некоторых, как в социальных сетях пишут, есть некое заблуждение, что Ассамблея Жестеры объединяет исключительно молодежь только этнокультурных объединений. На самом деле эта организация сегодня выполняет общегосударственные задачи по развитию молодежи и вообще консолидирует всю молодежь республики, которая желает двигаться с нами. И поэтому совет был сформирован для того, чтобы как раз-таки решать вот эти вот оперативные задачи. То есть, как бы всех 9 тысяч человек же тяжело собрать, но теперь с каждого региона есть представители. Туда входят также заместители председателя республиканских однокультурных объединений по линии молодежи. Туда входят молодежные активные лидеры, лидеры общественного мнения, которые двигаются в разных направлениях и сверхдеятельности. — Какую работу невидимую для общества по решению современных проблем и задач помогает проводить АНК? — АНК в целом? — АНК в целом и Ассамблея Жестера. — Да, и молодежь. Ну, на самом деле, невидимой работы происходит очень много. Активно у нас работают, есть советы, которые активно работают как раз-таки. Это вот молодежь, это совет матерей. Например, давайте остановимся. Совет матерей, он укрепляет, он занимается вообще укреплением института семьи. Воспитывает молодых девушек, чтобы именно укрепляет в них семейные ценности, чтобы они завтра, выходя замуж, понимали, что такое, как надо вообще строить свою семью, чтобы не было бытового насилия. Вот у нас совет матерей как раз-таки с бытовым насилием очень активно борются. Есть совет медиации. То есть, например, за последние два с половиной года более 150 тысяч запросов было обработано советом медиации нашим. То есть, у нас медиаторы, их более тысячи человек, они расположены во всех домах дружбы по всей республике. А домов дружбы же сегодня более 46 или 48, если я сейчас точно не ошибусь, скажу. И как раз-таки там эти запросы обрабатывают. Знаете, вот эти запросы обработаны, когда граждане обращались, между ними были какие-то конфликтные ситуации, то там более 95% этих обращений не дошли до суда. То есть, вот такую огромную невидимую работу делает сегодня Ассамблея народа Казахстана. Ну и молодежь, конечно же. Значит, есть ряд задач, которые перед нами поставили. Именно вот, что в целом развивать молодежь. То есть, сегодня чем мы занимаемся? Развитие креативной индустрии. Это очень стоит такой большой вопрос вообще перед всеми организациями общественными, как и госструктурами. Например, что креативная индустрия, она развивает креативную экономику. А путем, допустим, креативных решений, в чем тут экономика как раз-таки играет, при малых затратах ресурсов получается максимальный эффект. Поэтому сегодня важно работать, чтобы особенно молодежь работала в этом направлении. Мы занимаемся профориентацией. Мы занимаемся развитием борьбы с загрязнением экологии. То есть, к примеру, у нас очень много акций по посадке деревьев, например, происходит. Действительно, немало мероприятий, одно из которых, как вы упомянули, это тренинги по профориентации. Вот скажите, откуда возникла такая идея и находит ли отклик это у аудитории? Очень хороший вопрос. Благодарю за него. На самом деле, это один из наших ключевых проектов, особенно в городе Алматы, у Ассамблеи же старых города Алматы. Мы вообще проанализировали рынок, как международный, так и казахстанский. И вывели такой проект, который называется «Топ-50 профессий будущего, востребованный в Казахстане в ближайшие 5-10-15 лет». То есть, сейчас мы понимаем, что мы стоим на стыке двух поколений, когда ряд профессий исчезает и ряд профессий появляется. И сегодня, знаете, глава государства поставил тоже задачу перед нами, что сегодня важно работать молодежью и профориентировать молодежь, чтобы завтра она нашла свое место в обществе. За прошлый год мы посетили 50 школ, где у нас была встреча, вот проходили по 100 учеников там. Получается, у нас получился охват 5000 учеников, которые выпускались как раз 9-10-11 классы. И там мы показывали, какие ряд новых профессий, которые будут актуальны завтра в Казахстане, чтобы завтра они были востребованы, чтобы они нашли свою нишу, чтобы они хорошо зарабатывали. И там абсолютно разные профессии. Вот не поверьте, конечно, там есть топ-профессии, связанных с развитием искусственного интеллекта, цифровизации и так далее. Но также есть такие важные для нашей страны, особенно для Алматы, профессии, как эко-вожатый, который воспитывает детей в духе как раз-таки экологического воспитания, беречь природу. Есть такие профессии, как эко-аудитор, понятно. И даже не поверите, есть такая профессия, как космический туризм, менеджер космического туризма. И на самом деле это не за горами. Школы сами выходят? Школы, да. Ну, первый этап мы сделали, как бы прошлись, закинули запрос школы, скинули презентацию, сказали, вот у нас есть такая актуальная тема. Но сегодня школы к нам обращаются сами, сами для того, чтобы мы провели эти тренинги. Рустам, к сожалению, время нашего эфира подошло к концу. Спасибо вам большое, хочу я вам сказать. Успехов вам в дальнейших делах. Всего доброго. Спасибо большое. О работе и планах общественного объединения Ассамблей Жаздары мы говорили с членом АНК, председателем Республиканского союза уйгурской молодежи Рустамом Кайрыевым.